Установка клик-инпринтинг. Инпринтинг – это популярное средство подготовки отчетности, ее распространения, планирования и настройки. Он позволяет формировать отчетность в форматах Excel, PDF, Word, PowerPoint и других, и публиковать ее через портал NewStand, директории или отправлять по e-mail. Инпринтинг подключается к приложению, собирая данные из графиков в таблицу или экспортирует эти графики целиком из приложения, при этом вы можете установить на графики свои фильтры. И из этих данных формируется отчет. Клик-инпринтинг представляет собой несколько сервисов. Инпринтинг-сервер, Engine и Designer. Их нужно последовательно установить в таком порядке. Дистрибутивы мы берем на сайте click.com в разделе Support и Downloads. Дистрибутивы обязательно должны быть одной версии. Инпринтинг-дизайнер устанавливается непосредственно на тот компьютер, на котором будет разрабатываться отчетность. И стоит обратить внимание, что если вы будете разрабатывать отчетность в Excel, PowerPoint или других приложениях MS Office, то перед установкой инпринтинг-дизайнер необходимо установить пакет MS Office. Компоненты инпринтинг могут быть установлены как на разные сервера, так и на один, как мы будем в данном случае делать. Если установка идет на разные сервера, то на одном устанавливается инпринтинг-сервер, на нем будет работать веб-сайт, планировщик, репозиторий, а на остальные устанавливается только Click & Printing Engine. Таких серверов может быть много в зависимости от количества имеющихся лицензий. Требования и план установки мы смотрим вот на этом сайте help.click.com. Для каждой утилиты отдельно мы смотрим требования. Вот по щелчку, например. И если как в данном случае мы все устанавливаем на одном сервере, то мы эти требования воедино собираем. В данном случае у нас будут требования, чтобы Windows был 2012 R2 или выше, процессор минимум 2 ядра, 8 гигабайтов АЗУ и 1 гигабайт пространства на жестком диске свободного. Первое, что мы делаем, это заходим в управление компьютером, создаем нового пользователя, задаем ему пароль, ставим флажок, чтобы срок действия пароля был не ограничен, дальше заходим в группы, назначаем этого пользователя администратором. Так, нам нужно поставить наш сервер. Окей. Для всех паролей, связанных с импринтинг, создаем отдельный файл, куда сохраняем все данные по учетным записям, чтобы ничего не потерять, потому что в дальнейшем мы будем использовать эти данные. Затем для учетной записи импринтинг добавляем права для входа в качестве службы. Для этого мы открываем редактор локальной групповой политики. Так, заходим в конфигурацию Windows. Параметры безопасности. А, нет, назначение прав пользователя. Вход в качестве службы. И сюда добавляем нашего пользователя. Так, вот, вот. Далее перегружаем сервер, чтобы применились права. Ждем пару минут, заходим на него еще раз. Я уже зашла. Затем переходим к нашим дистрибутивам. Первый это будет импринтинг сервер. Запускаем его от имени администратора. Соглашаемся. Соглашаемся с лицензионным соглашением. Вводим пароль суперпользователя. Это пароль для репозитория. С помощью него мы потом сможем выполнять системные операции с импринтинг. Далее задаем учетные данные администратора клик. Так. Так. Почту можно любую написать, она не будет никакого подтверждения, то есть вы можете выдуманную почту сюда записать, но ее главное куда-то записать себе, потому что она нам еще пригодится. Install Установка прошла успешно. Тут мы указываем аккаунт, под которым будут запускаться сервисы. Проверяем. Проверяем. Проверяем пароль, все получилось. Install Вот теперь установка прошла успешно. Finish. Close. Мы видим, что у нас появились ярлыки на рабочем столе, Click and Printing Web Console и New Stand. Далее нам нужно проверить службы. У нас должно появиться несколько служб. Смотрим. Мы идем к установке Imprinting Engine. Таким же образом. Через имени администратора. Да. Соглашаемся с соглашением. Ждем. Ждем. Здесь мы вводим учетную запись, под которой будут запускаться службы. Это также Imprinting, который мы до этого заводили. Next. Здесь нужно будет ввести имя компьютера. Важно ввести его правильно. Если вы не знаете имя сервера компьютера, то можно посмотреть в проводнике в свойствах компьютера. Вот он. Проверяем. Так. Тут нужно ввести пароль для SSL сертификата. TELOS сертификата. Мы придумываем этот пароль. Обязательно сохраняем его, потому что тоже понадобится. Пароль для генерации этого сертификата нужен будет для того, чтобы соединить Imprinting Engine с Imprinting Server. Next. Close. Далее по такому же алгоритму мы устанавливаем Imprinting Designer от имени администратора. В этом сообщении говорится, что у нас не установлен пакет MS Office. Мы помним, что нужно будет заранее это сделать. Мы сейчас его не устанавливаем, потому что у нас не по этому видео. Но тут сказано также, что можно сделать это после. Но лучше, конечно, заранее. Соглашаемся. Далее мы заходим в Click and Printing Web Console. Ирлык, который у нас появился на рабочем столе после установки сервера. Здесь мы вводим почту, которую мы указывали при загрузке Imprinting. Вводим почту и логин. Нажимаем. А, не то ввожу. Вводим почту. Здесь мы вводим юзернейм. Название организации. Мы либо вводим License Key и Control Number, либо Signed License Key. Мы поступим таким образом. Все. Successful. Активация прошла успешно. Нам остается соединить Imprinting Server и Imprinting Engine. Мы открываем вкладку Admin, Engine Manager. Нажимаем Add Engine. Вводим название любого engine. Сюда мы вводим адрес нашего компьютера. Нажимаем Add. Сейчас должен смениться статус. Теперь мы вводим пароль. Пароль сертификата не всегда запрашивается. В данном случае он запросился. Нужно ввести тот пароль, который мы для сертификата устанавливали. И мы видим, что статус поменялся на онлайн. И теперь мы заходим в Engine Manager. Еще раз. Видим, что у нас появился этот engine. Enabled. Статус Online. Также можно еще добавлять engine. Если у нас несколько серверов с engine. То, о чем мы разговаривали до этого. Но так как у нас все на одном сервере. Вот одного нам достаточно. И мы можем подвести итог. Мы с вами установили три дистрибутива. Сервер, engine и designer. И подключили сервер к engine. На этом все.